Алло. Слышу. Антон, добрый день. Кто это? Андрей, город Кострома. Здорово. Как дела, занят, чем нет? Да вот только ролик смонтировал, не смотрел? Ну вот трейлер посмотрел, я просто, я просто, просто от смеха угорали. Вот это трейлер, вот это перл ты тут заделал. Понравилось? Ну вообще шедевр. Конечно, наблюдать себя со стороны это одно, это да. Вроде с тобой общаться, вроде как-то по-другому все кажется. А со стороны наблюдать за этим, конечно, это концерт какой-то. Шикарный концерт, классный ролик. Наконец-то это, попался такой, это, как тебе сказать, шикарный гатлинг и удалось остановить. Да, 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 да. В заставке села вот эта подресетка, как говорится. Я тебе скажу, подожди, я тебе скажу, что у тебя не самый шикарный гатлинг. Вот мне женщина звонила, она, по-моему, в час сорок пять разговаривала сама с собой. Она задавала вопросы мне и тут же сама на них отвечала и комментировала. И, короче, вот в час сорок пять, я там почти ничего не говорил. А в конце я стучал, говорю, я говорю, я тебя услышал, говорю это. Ну, короче, пока я слушал, я тут что-то столько дел переделал, короче, это. Я просто микрофон включил и очень много дел по дому переделал за этот час. Вот, и я в конце ее спросил, говорю, а можно, говорю, разместить наш разговор для всех? Она говорит, нет, нет, нельзя, зачем, нет, не надо. Ну, все, пока, говорит, до свидания. Ясно. А ты вот первый, кто разрешил, и все. Понятно. Я и говорю, что вот такой момент, да, мы все люди разные, со своим каким-то наболевшим, с невысказанным. Чего-то не хватает нам всем, и поэтому, да, хочется кому-то, может быть, и злиться в каком-то понимании. Но, на самом деле, да, не надо терять, как говорится, человеческого, то есть надо уважение, правильно ты говоришь, что должен быть диалог. А не то, что правильно, как ты говоришь, тут ленту заряжаешь одну заодно и поливаешь. Да, правильно. Все ясно. Лишь бы вып... Ладно? Да, лишь бы вып... Говори. Любые слова. Лишь бы он крутился и это, выпулил, выпулил, выпулил. Это говорит о том, что у тебя переизбыток слов внутри, переизбыток мыслей, тебе не с кем поговорить. Абсолютно верно говоришь, я порой звоню друзьям, и они говорят, ну все, Андрюха, говорит, позвонил. Я говорю, а чего? Ну, сейчас, говорит, это все, говорит, надолго. Вы, говорит, захотел. Я говорю, ну в каком-то смысле. Так вот, научись, проблема не в твоем языке, что он у тебя, как говорится, без костей, а проблема в твоих мыслях, ты не умеешь останавливать свои мысли. Ясно. Там та заставочка нормальная, да, такая карикатура, то есть там язык и мозг, отсоединение. Да, отсоединяй почаще, и все, научись ловить тишину. Так, так, все понятно. Ладно, Антон, смотрел тут последние два ролика твоих, то есть с женщиной, с одной, по поводу документов тоже, и еще один. Ходил ты куда-то, тоже тут получал документы. А, по ЖКХ, то есть по ТТЖ, или что там у вас? Так что молодцы, молодцы. Все, Антон, будем смотреть, ждать выпуска. Давай тебе удачи, то есть нам всех, всех благ, то есть добра, любви, света всем. Добро, добро. Благодарствую, что это, сохранил чувство юмора. Я уж думал, ты сейчас на меня начнешь это, наезжать, ты что, я как посмел, да я тебя это, да я тебя то. Нет, нет, все верно говоришь, надо же учиться, это абсолютно верно. Мы же говорим, кажется нам, что мы, ну, со своими тараканами, кажется, вот мое мнение, оно абсолютно верно, и, ну, и никак не может быть по-другому. А все мы люди, все мы разные, поэтому миру интересен то, что мы все разные, но только, да, надо, как говорится, в образе человеческом находиться. Так что, благодарствую я тебя. Всего хорошего дня, Антон. Будем на связи. Добро, добро. Давай, благодарствую. Всего хорошего. До свидания. Алло. Слушай. Антон, добрый вечер. Кто это? Андрей Кострома. Привет. Ага. Не занят, не мешаю? Я хотел тебе задать вопрос, ты интервью с чертогом Змеи смотрел? Да, вот только сейчас, в принципе, звоню по этому поводу. Посмотрел на тебя? Ты уже, наверное, понял, да, что я хотел спросить? Еще стоп-гатлинг. Посмотрел на тебя со стороны? Все верно, я смотрю, как тебя, то есть, растирало, думай, ты сейчас взорвешь, что что-нибудь скажешь ему. Я держался ради тех, кто проголосовал, там, 90 человек, то есть, я старался ради народа. Ты понимаешь, одно дело, ты мне звонишь, а другое дело, я звоню человеку, и не по своей инициативе, а по просьбе народа. То есть, я не имею способа взорваться. Понятно. Ты молодец, да, то есть, ты все правильно делаешь. Я и говорю, и то, что вот сейчас вот ты объясняешь, то есть, абсолютно верно. Потому что, да, смотреть со стороны на все на это происходящее, это... Я посмотрел своего ролика, вот, трейлер, и вот то, что ты записал в видеоролик-то, вот наш-то. Вот, значит, почитал комментарии, то есть, людей под роликом. То есть, да, там есть хорошие комментарии, есть, ну, скажем так, ну, не то, что не особо, все мы люди разные. Некоторые там пишут, там, в однобарышне, что там, ну, все впустую, то есть, как бы, время проведенное, как бы, Антоном, и, то есть, вроде как бы, и собеседник ничего не понял. Нет, 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 это если один звонок, то это впустую, а если мне таких звонков, ну, как минимум, два в сутки поступают, и вот, какое это? Процентов 80 звонят с пулеметом Гатлинга, очень редко человек звонит, говорит, Антон, вот такое-то дело, так-то, так-то. Очень редко диалог строится, конструктивный, очень редко. Поэтому это очень важное видео для всех. Многие увидят сами себя в этом видео. Согласен, согласен с тобой. Согласен. Да, вот я и говорю, вот, то есть, на самом деле, вот, и Сергей, да, то есть, скажем так, ну, вот, Огородников, то есть, и человек тоже, то есть, прошедший такую свою школу, так скажем, по знанию, и, как говорится, тоже там, сколько всего перемолол, и в системе, то есть, система тоже его, так скажем, помолола. И, тем не менее, да, вот, вот такой вот человек при знании своем, при своем багаже всего. Ну, ты мне скажи, подожди, ты мне скажи свое личное мнение, это, твое собственное, у тебя какие-то, не знаю, претензии, там, я не знаю, там, видишь, народ, что пишет, что, типа, так дерзко и так грубо, так по-хамски, Антону нельзя общаться. Вот ты сам, как считаешь, я с тобой по-хамски дерзко общался? Я скажу, нет. Вот, я помнишь, вот, сказал тебе одну претензию, Антон, то есть, вот, ты говоришь, что, мол, типа, как ты можешь там разговаривать, там, с Роспотребнадзором или еще чего-то, если не можешь переслать. Я, ты заметил правильно мою, как бы, ремарку в плане того, что я, вроде, как бы, немножко, ну, губу надул. Ну, ты четко разъяснил, что, отчеты, мол, типа, тут, ну, обиды какие-то, их не может быть. И когда ты мне разложил, разложил все, и я сам это прекрасно понимаю, я не обиделся, просто понимаешь, вот, иной раз, вот, ждешь какой-то, ну, вот, понимаешь, человеку в чем-то открываешься, и хочется, то есть, от человека какой-то поддержки, вот, просто набросто. Я понимаю, что не нужно вот этих бабских телячьих, вот этих нежностей, ты все правильно делаешься, когда начинаешь понимать это все, осознавать. Я обид на тебя вообще никаких не держу. Я поэтому и говорю, что под роликом почитал комментарии, некоторые там жестко пишут, вот, посмотрите-ка, как Антон, ну, с людьми общаться, которые звонят ему. То есть, там видно, да, настроение у всех разное. Кто-то говорит, время впустую провели, другой говорит, что вот, ну, смотрите, так нельзя обращаться с людьми, люди там за помощью, а Антон вот так себя ведет. Я обид не держу вообще абсолютно, и считаю, что ты, в принципе, правильно даешь, как говорится, осознание вот этой ситуации, верно, потому что он должен, диалог, диалог, это ведь конструктивно, как говорится, что с той, что с другой стороны. И каждый из нас должен слышать другого. О, можно, можно я скажу? Нужно. Смотри, ты не услышал вопрос, я не столько про твои обиды спрашивал, сколько про мое поведение. Тебе вообще, у тебя хоть какая-то мысль закралась, что я с тобой грубо и по-хамски как-то общаюсь или нет? Ну, вот я попытался дать понять, что вот когда ты мне начал говорить, что как же ты, мол, типа, будешь говорить, если ты переслать фотографии не можешь. Здесь я немножко, знаешь, вот как бы почувствовал вот такое, знаешь, отношение, ну, как бы, твое какое-то превосходство, а я вот слишком глупый, а ты вот такой великий дока. Ну, ты мне объяснил вот это все. Я тебе хочу пояснить. В следующий раз, если тебе зададут вопрос, то на эти слова вообще никак не надо реагировать, потому что это вопрос. А вопрос не является оскорблением, понимаешь? Поэтому я очень люблю вопросы задавать. Я тебе задал вопрос, ты мог на него ответить. Не знаю как, но как-нибудь справлюсь и все. Вот видишь, я говорю, вот, извини, перебил. Ну, это радует, что ты начал замечать за собой. Смотри. Поэтому, ты все, я тогда расскажу. Да, да, да. Поэтому я и говорю, что ты правильно нас учишь. Не все мы правильно понимаем, чего вот ты вот, ну, как говорится, достучаться-то хочешь до нас. И не с первого раза, возможно, кто-то понимает это. И вы, смотри, и в этом я вижу в первую очередь, я ищу решение в первую очередь у себя. То есть это я не смог донести до вас. Я не смог вам правильные слова подобрать, чтобы до каждого из вас донести. Я в себе ищу причину, а не в собеседнике. И я всячески стараюсь в следующий раз там как-то по-другому зайти, с другой стороны. И, ну, всячески пытаюсь это найти. Кручу-верчу, ищу решение. Постоянно подбираю новые, другие слова, другие примеры. И стараюсь каждому свой подход найти. Чтобы максимально, коротко, ясно донести информацию. Ясно. Ясно. И ты же тогда и оговорила, что, то есть, вот, не только в разговоре со мной, я и в других роликах слышал о том, что ты говоришь, я не лучше тебя. Я такой же, как ты, или хуже. Я пытаюсь, то есть, вот, да, то есть, там, я пытаюсь дать тебе понять, что это вот так-то или так-то. Все верно. Я. Вопрос. У тебя или... Говори. У меня вопрос. Говори, ты сейчас хотел. Давай, слушаю. Ты меня прям радуешь. Ты меня против. Поговори. Ты не честно. Наверное, ты, вот, третий звонок, ты мне звонишь, а ты уже научился предстоятельно отключать свой гатлинг. Я вообще рад за тебя. И за себя рад, что я, но мне все-таки удалось тебя научить останавливать свой гатлинг. Так вот вопрос. Я могу предыдущий разговор, ты там коротко звонил, сегодня, по-моему, что ли, с утра. И вот этот разговор разместить. То есть я хочу второе видео, типа, там, это, там, разговор в режиме монолога, часть вторая. И вот наши с тобой разговоры. Что ты все-таки научился останавливать свой гатлинг. И я вот тебе серьезно говорю, я горжусь, что у тебя это удалось. Благодарю тебя за эти слова. Конечно, можно разместить, конечно. Благодарствую. Благодарствую. Есть вопрос. Давай. Я вот по предыдущим звонкам тебе говорил о том, что я вот писал директору школы по поводу своего ребенка о отказе персональных данных и составлении акта об уничтожении. Я ей туда в своем волеизъявлении написал, оферту ставил на основании 435 ДКРФ. Что с этой офертой можно впоследствии делать? Ну, по этому поводу я уже народу разъяснял. Сейчас я тебе пришлю две ссылочки в видео, там я подробно рассказываю, как это делать, для чего это нужно, чего после оферты делать. Если в двух словах, то там идет, выставляется оферта, они акцептуют, потом акт выполненных работ, досудебная претензия и потом иск в суд. То есть я потом могу и что-то выставить, что ли, как бы, в какой-то сумме или что? Ну да, ты же в оферте, если прописал, что там требую исполнить такие-то действия, если не исполните, тогда вы мне должны то-то, то-то, правильно? Да. Ну вот это и больше требует через суд. Ясно. Ясно. Все, тогда, Антон, не буду тебя задерживать и тратить времени твоего и своего. Благодарю за общение. Благодарствую. До свидания. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова